Да, у нас все получилось. Привет, ребят, мы в аэропорту. Я и мой друг Антон. Антон, готов ли ты полететь? Готов ли ты полететь, говорю. Нас только, что просто задолбали на досмотре. Точнее, не нас, а каких-то итальянцев. Заставляли их раздеваться. Ох, шесть итальянцев. Красота. Мы летим в Москву, чувак. Мы летим в Москву в 15-15 год. Дэм, есть Москва. 221-224. 112-114, что-то еще. А, 112? Да, 112-114, я бил туда. Вот там, вон, в ту степь. Отлично. Тебе снимают сзади. Я взял с собой два рюкзака. У меня план. Половину засунуть в ручную платье. Ничего, что ты такой, что рядом с человеком, который общается с хаброй? Нет? Меня это нисколько не смущает. Отлично. 112-114. Так что, мы будем пробовать соединить наши рюкзаки? Просто здесь вот. Да. А, сейчас это уже нужно. Да. Да. Здесь вот у меня техника, как и вся. Вот здесь вот вещи. Техника весит больше, чем вещи. Я рассказываю туда. Говорят, что нужно регистрироваться в интернете. А я пробовал мне, что решили. Можешь себе против послушать? Что? Вам зато вручную зарегистрировал. В основном, я не зарегистрировал. Заранее. Да. С Олегой и ее вместе заняли. Да. Слушайся. А мы? Ты сделала чек-ин, а у меня нет? Мы не сделали онлайн чек-ин. Сейчас будет весело. Я вчера заходил на сайт Transire, а мне сказали, что типа сервис темпуре анавеллогу. Не даст это время. Зато мы соединили всех рюкзаки в один. Соединили наши южные и юные сердца. Я бы ее послушал с южным. Да, соединились. Юные сердца как-то есть. Да, узнала мама. Ой, извините. Моего отца. Ничего страшного. У нас учил отца, в общем, день рождения, 20-го числа. И мы думаем купить ему падших женщин, а самим отведать ковры. Самим отведать падших женщин. Самим их отведать. Ты что-нибудь скажешь? Ничего. У меня, ребят, как всегда, монолог. Я не знаю почему-то. Никто не хочет меня поддерживать. Никто. Очень удобно на пульте вас выключать. Пока, ребят. Фигня, мы только что прошли проверку. И сейчас еще раз мы проходим. Я отвыкнул. В Европе вроде одна проверка, да? Прикинь, выложить в отдельный контейнер. Потому что это на Ульбусе. Техника сейчас задолбалась. Техника в отдельный контейнер. Да, давайте, ребят, я пошел задолбаться. А это в аэропорту у нас тут небольшая галерея в Санкт-Петербурге. Картина кисти шнурова. Того сам. Тот самый Шнуров. Представляете? Культурное обогащение прямо в видеоблоге. Какая-то громкая. Короче, невозможно записывать громкая женщина. Извините. Вещей нужно брать по минимуму. Если у вас куча бабла, то все может успеть. Там все дешево. Да, по минимуму. Видите, вообще ничего не весит. У меня знакомый, как знакомый, друг, Валек, привет. Знакомый друг Валек. Он летел вообще в шлепанце туда. Когда он к нам прилетал в прошлый раз. Вот это было клево. Тут снег еще, он в шлепанце топает по Питеру, чтобы в Азию полететь. Куда? Куда? В Макдональдс? Ты унюхал Макдональдс? Там Макдональдс. Косметик. А, да? У нас осталось 10 минут до посадки. Антон предложил проверить, ждут ли после чек-ин до самого конца. То есть он возьмет камеру, а я приду. Да, я предложил ждать меня в салоне самолета. Да, да, да. Он будет ждать меня в салоне самолета, а я приду за 5 минут до отлета. Проверим. Ждут они или нет. Очень круто. Я, на самом деле, редко когда вот так вот приходил, что сразу в посадку. Все время, все время занимаюсь. Сначала включать пульт, а потом уже включать камеру. Поэтому, про мысли. Запахи не передает, но зря. Ой, зря не передает запахи. И, наверное, слышно, что-то в турбин. Как очень, ребят, нам повезло. Слышите, приятный звук. Он будет нас сопровождать в течение всей поездки. Ммм, то, что надо. Но нас подальше отсадили. Проклятье пришло к нам. Проклятье. Вот, ребят, есть лайкхак. Я тебе расскажу. Чтобы уши не закладывал самолета. Надо леденечек жевать. Нужно закапать глазолин. Он сузит тебе сосуды. И... Лучше, какой-то капает. Чувак. Капаешь в нос? А это же, ну, ур-уха, горлонос. Все вместе. А уши не закладывали? И уши не закладывали. Реально. Хочешь попробовать? У меня леденечек есть. Ну, давай. Он будет пробовать леденец, я буду пробовать глазолин. И мы потом расскажем, у кого будет лучше. У кого круче. Ну, расскажи, ну, чего ты ожидаешь от полета? А сейчас начинается самое интересное. Давайте посмотрим в окошко иллюминатор. Мы наблюдаем жизнь крыла в его естественном сфере. О, господи, ты только что рассказывал про турбулентность вроде. Мы снимаем, как всегда, взлет. Я буду снимать все взлеты и посадки. Не падение. Нет, приятно. Кому не нравится взлет, можете перемотать. Понятно? Понятно. Ты будешь кричать сейчас. Это только от удовольствия. Все, мы взлетели. Все уже? Да. Как бы лавненько. О, о, вот. Вот это приход. Ну, так. Вот смотри. Я закапался в тазолитом. Я даже не закладывал. Меня тоже пока не заложил. Ну, ладно. Витер, я вам скажу, выглядит мрачно. Да? Серенький градишек. О, вот там вот, кстати, маяк есть, около которого мы блок снимали. Вот где-то там. Где-то там. Но его пока не видно. Теперь в самолетах можно не выключать телефоны. Раньше уже было выключать. И здесь ловит сеть. Зацените. Я не знаю, на какой мы высоте. Ну, собственно, это логично, да? Смотри, можно позвонить. Или по WhatsApp и что-нибудь написать. Нам принесли. Перекус. Ну, то есть я поздно снял. Тебе... Тебе лимон не положили. Я сам отказался. Не очень. Просто булочка. Булочка состояла из... Там такой состав классный в булочке. Сейчас я вам прочту. Я такого состава вообще никогда не видел. Ча. Кукурузный крахмал. Маргарин. Яичный порошок. Сухие сливки. И спирт. И спирт. И спирт. Где-то был спирт. Пока что можете туда посмотреть. Красиво. Мега. Отлично. Я не успел пропалять. Что хотел сказать, что мы садимся в поле? Да? Ну, мы в конце концов селили в поле. Ты чувствуешь? Подлог бы не удался. Мы вырезали эти самолётики. Смотри, как Москва выглядит на самом деле. Вот так. Ё-моё. Чёрт. Не очень плавно вообще. Как-то круповато вот стоит. Антон, какие у тебя впечатления от полёта? Самые замечательные. Самые замечательные? Отлично. До свидания. Вот такие вот все колланды. Вот она, Москва. Москва, Россия. Отлично. Мы прилетели. Теперь нам нужно ждать 3 часа и лететь. У нас только видел, сколько спешит. Понял? Ты не сможешь мне запретить его автобусы. Хулиган. Да, такой местный хулиган. Пойдём. Мы ищем того, на котором будет написано, в какую стойку нам нужно подойти, чтобы улететь в Пикнат. А ещё здесь куча таксистов, которые предлагают свои услуги. Такси в городе стоят 3-4 тысячи, которые можно. По приложению GetTaxi? По приложению GetTaxi. А что я его рекламирую? По любому приложению GetTaxi. Здесь будет пи-пи-пи. Приложение Пи. Приложение Пи. Да. Можно намного дешевле уехать. Что такое? Что ты нашёл? Телефон? Ты хочешь позвонить? Пи-пи. Приложение Пи-пи. Какой? Ме. А, о, да, нашёл доску. Молодец. Теперь мы узнаем, куда нам идти. В общем, мы нашли. Ты довольны? Теперь в течение трёх часов мы будем регистрироваться. И я буду инвестировать в блог. Этот. Выкладывать в ВС. Тут нормальный интернет. Считайте, что блог прямо из Москвы. В России нормально, без банка. Да, это смешно. Подписывайтесь. Куда-нибудь тут пишите. Вот здесь кнопка будет наверху. И там сейчас начнутся путешествия. У нас первый такой влог, чтобы летим. Но... Что это? Селфчики? Мы можем, кстати, да, сами забыли. Чегыницы. Но я предпочитаю пойти и выбрать места. Чтобы нам девушка симпатичной наружности дала места. Короче, подписывайтесь здесь. Спасибо. Есть ещё Инстаграм внизу. Можно за всем этим следить. Вот такая вот первая серия. Покетово. Вообще, ребят, такая ситуация. Блог еще не закончился. Мы вот там вот едем сзади проход. Это, оказывается, был выход. Мы вошли через выход. А вот там вот за нами прямо лучи петь. И женщины, короче, всё впускают. А мы уже около стойки. Да мы не знаем реально. Как же. Чего? Сейчас стало стыдно? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok